С вами Джонатан Вайнер, и это новый эпизод мастер-класса «Ты слышишь?». Сегодня мы поговорим об эквалайзерах. В общих чертах я попробую обрисовать свой взгляд на эквализацию в мастеринге и продемонстрирую это на нашем примере. Покажу основные этапы в постановке задачи и то, как я с ней справляюсь. Ранее мы выяснили, что компрессия, лимитирование и эквализация это три основных блюда, так сказать, кухни, которые заправляет инженер-мастеринга. Кроме этого, мы используем и другие инструменты, как то эксайтеры, ревербераторы, расширители, стереобазы, все что угодно. Мы поговорим об этих вещах в одном из следующих эпизодов. Но я считаю важнее всего обладать основными инструментами, в частности, потому что профессионалы уделяют им больше всего времени. С другой стороны, дополнительные инструменты, второстепенные, с точки зрения чистоты их использования. Все они вносят свои артефакты, подразумевают компромисс и встречаются у нас не так уж часто. Поэтому продолжаем говорить о главных вещах. На этот счет у меня для вас небольшой совет по поводу того, что и как я использую в мастеринге. Я бы вам рекомендовал, выстраивая собственный подход к мастерингу, делая свои первые шаги, не пугаться всех наворотов и прибамбасов, предлагаемых современными плагинами. Большинство таких устройств умеет работать в режиме мидсайд, в режиме мультибенд, параллельная обработка. В общем, у них полно всяких модных режимов. Иногда эти навороты действительно полезны, необходимы, имеют решающее значение в поиске лучшего пути. Но в большинстве случаев мы ограничиваемся лишь эквализацией, компрессией при необходимости, лимитером при необходимости. Это три своеобразных столпа мастеринга. Существует несколько взглядов на эквалайзер. Мне нравится рассматривать его как нечто, что было изобретено самым первым около ста лет назад, с появлением самых первых телефонных линий. Звук голоса передавался на приемник посредством очень длинных кабелей, и возникали высокочастотные провалы, потери сигнала, вызванные большой протяженностью линии, в частности соотношением сопротивлений, между сопротивлением источника и сопротивлением нагрузки. И чтобы вернуть сигналу приемлемый звук, был изобретен эквалайзер, который компенсировал те самые потери высокочастотной энергии, и восстанавливал таким образом разборчивость речи. И этот принцип, мне кажется, жив и по сей день. Размышляя об эквализации в мастеринге, я смотрю на нее как на восстановление баланса, как на компенсацию потерь. Пытаюсь понять, как все это слышал звукорежиссер, чтобы попытаться сохранить его видение. И я постараюсь на примере показать вам, что я имею в виду. Последние лет 30-40 огромную популярность имели мониторы, которые выпускала фирма Yamaha, модель NS10. Они стали вездесущими. На любом фото и видео со студии звукозаписи, до недавнего времени мы видели пару Yamaha NS10, расположенных прямо на краю микшерного пульта. Эти мониторы невероятно хороши в том, как они помогают следить за соотношением наиболее значимых элементов микса. Но их однозначно не хватает, когда речь заходит о полном спектре. Если вы посмотрите на их АЧХ, то увидите большущий горб в верхней середине, в районе между 1 и 3 кГц. И мы видим резкий спад у них на низах. Получается, работая с парой таких мониторов, очень проблематично объективно судить о тональном балансе. Баланс инструментов правильный, но отношение верхней частоты к средним и к низам — отдельная история. Поэтому вы, как мастеринг-инженер, прослушивая такой микс, можете встретить либо недостаток, либо переизбыток самых низов. И это логично, потому что это было трудно уловить на слух инженеру сведения. И в мастеринге мы пытаемся установить тот самый баланс, соотношение частот, которые задумывался инженером сведения. За что я люблю больше всего этот подход, в эквализации и в мастеринге, мы смотрим на проект с точки зрения усиления разборчивости или ясности, а не как на попытку пересоздать звук и всунуть свои 25 копеек посредством эквалайзера. Естественно, бывают случаи, когда эквалайзер применяется более креативно, помогает нам добавить что-либо при украсе, но в основном, когда мы рассматриваете именно исправление как основную задачу, это помогает избежать лишних трудностей, как минимум, потому что вас не пугают мысли о том, что вы обязаны сделать из этого шедевр. Вы просто показываете миру сильные стороны миксом. Мне кажется, многие не до конца понимают, в чем разница между плагинами для сведения и для мастеринга. Давайте рассмотрим это в контексте эквалайзера. Давным-давно, до появления компьютеров, как правило, основное отличие заключалось в позиционировании звуков. Проще говоря, если вы вносили изменения, пусть и небольшое, то так как мы имели дело со стереоканалами левым и правым, соответственно, нам нужно было повторить одни и те же изменения на втором канале, в 99 из 100 случаев, чтобы стереокартина оставалась полноценной. В наше время мы не знаем подобных сложностей, используя программы или DSP-процессоры. Так в чем же сейчас разница между инструментами в сведении и мастеринге? В большинстве случаев я бы сказал в том, как плагин преподносит в его интерфейсе, удобстве, в том, как вы взаимодействуете с ним. Это ключевое отличие контекстов сведения и мастеринга. Отмечу, что сами плагины не особо отличаются. Если мы сравним, например, интерфейс Neutron с интерфейсом Озона, Neutron это комплексный ченнел-стрип эффект, который используют, как правило, при сведении на отдельном канале или на шине. Что касается Озона, он задумывался для решения задач мастеринга, хотя его можно использовать и на шине, и на общем выходе проекта сведения. Эквалайзеры в Озоне и в Ньютроне практически одинаковы. Пару отличий видов фильтров, разное максимальное количество точек, и еще пару моментов. Но главное отличие между ними в масштабе, как минимум в том, как он установлен по умолчанию. Если мы взглянем на Neutron, то регуляторы у точки по умолчанию имеют намного больший шаг. Другими словами, когда мы сдвигаем их всего на несколько пикселей, то получаем намного больше изменений, чем в Озоне. И это отражается на самой природе рабочего процесса. Когда вы эквализируете дорожку тамбрина при сведении, вам нужно убрать полностью весь низ из нее, то есть совершить существенную низкочастотную операцию над вашим сигналом. В Озоне же тише едешь, дальше будешь. Интерфейс плагина помогает решать задачи максимально соответствующим для них путем. Я считаю, что в этом суть разделения таких инструментов. И тот, и другой, и третий, и это эквалайзер. Разница небольшая, но практикуясь и делая первые шаги в деле мастеринга, избегайте мысли о том, а не звучит ли этот эквалайзер лучше, чем тот. Просто подберите такой, который лично вам удобнее всего использовать. И упражняйтесь с ним. Существует множество полезных анализаторов, которые используются в процессе работы над музыкой. Сначала я поделюсь с вами идеей, в которой убежден до мозга костей. Есть люди, которые советуют доверять только ушам, только своим чувствам, развивая слух. Это без сомнений главное, как минимум потому, что понимание музыкального языка с помощью органов чувств развивает нас в направлении профессиональной работы над звуком. При этом, я считаю, что визуализации оказали огромный вклад на этапе становления моей карьеры. Измерители пиков, среднего уровня, уровня лувс, полярности или измерители фазы. Еще у нас есть анализаторы общего тонального баланса, который входит в функционал ньютрона и озона. Все эти анализаторы невероятно полезны для лучшего понимания того, что мы слышим. Наш мозг не идеален. Порой он даже специально вводит нас за нос, имея под рукой инструмент объективного наблюдения и сравнивая с ним то, что мы слышим субъективно, мы извлекаем огромную пользу. Поэтому я рекомендую используйте анализаторы как помощь в решении проблемы. Определили таковую на слух, проверили это с помощью доступной визуализации и более уверенно решили эту проблему. Перед тем, как мы послушаем пример, над которым будем работать, я скажу еще несколько слов об образе мышления и том, как упростить процесс эквализации и мастеринга. В начале прослушивания первым делом я, естественно, прослушаю запись от начала до конца, чтобы представлять себе всю аранжировку и потом не удивляться тому, как, например, бас начнет нарастать во второй половине и ты понимаешь, что зря добавил столько низов, ориентируясь только на начало. Первое, с чего я начинаю свою работу, так это беру ноутбук или листок бумаги, ручку или карандаш и делаю пометки того, что я слышу, записываю, что мне нравится и отмечаю все, что, как мне кажется, может быть доработано. Причина, по которой я это делаю и всем рекомендую, в том, что когда вы уходите в работу с головой и вы наверняка тоже с этим сталкиваетесь в сведении, проходит 30-40 минут и вас начинают увлекать маленькие детали, незначительные элементы трека, типа, у хай-хета многовато самых верхов, а в третьем припеве рисковатый сибиллиант, и вы начинаете упускать общую картину происходящего, то, что является одним из важнейших аспектов в мире мастеринга. А сделав подобные заметки в начале, я имею своеобразный список того, что должно быть сделано. Я в любой момент могу заглянуть в него, к примеру, двигаясь к завершению проекта. О, я хотел еще добавить немного самого верха и попробовать прибавить немного толчка на низах. Сделано ли это? В общем, отличный способ ничего не забыть в процессе работы над проектом. Существуют разные причины для эквализации треков, но основных, я думаю, всего две. Первая — это корректировка тонального баланса, когда нужно немного добавить или прибрать самый низ, чтобы это хорошо транслировалось, звучало разборчиво, дорого, полноценно и так далее, и в том же духе свойственным хорошим песням. А вторая причина — это исправление одного из элементов аранжировки, внутри трека. Находясь в первом режиме, работая с тональным балансом, я, как правило, использую очень плавные фильтры, широкие-преширокие колокола. К примеру, беру точку и выкручиваю на максимум ее добротность, чтобы мой подъем или вырез коснулся большей части спектра, или выберу форму шельфа, что, по сути, то же самое, только еще шире. И подобная плавность вызвана тем, что когда мы настраиваем тон песни, настраиваем общую яркость, насыщенность трека, важно сохранить баланс элементов. И когда мы эквализируем узкой полосой, подымая или опуская ее, то так мы влияем на часть наших инструментов и на часть конкретных нот композиции микса. Надо быть очень аккуратным с узкими полосами, и мы используем подобную эквализацию в редких специфических случаях, но никак не при настройке общего тонального баланса. Давайте, наконец, перейдем к примеру. Проиграю небольшой отрывок песни в секунд 45 или минуту. Проиграю небольшой отрывок песни в секунд 45 или минуту. Проиграю небольшой отрывок песни в секунд 45 или минуту. Проиграю небольшой отрывок песни в секунд 45 или минуту. Проиграю небольшой отрывок песни в секунд 45 или минуту. типа вокала слишком мало или слишком много и так далее. Но сложилось впечатление, что миксу недостает немного прозрачности, яркости. Также я слышу небольшое противостояние между верхними частотами бас-гитары и вокала, когда вступает бас. И это первые два момента, на которые я обратил внимание. Третье замечание. Низы могли бы быть немного прозрачнее. Бочка довольно массивная, но не особо хлесткая. Других проблем я не слышу. В первую очередь мы разберемся с яркостью. Правильно? Используем шельф. Думаю, децибел или полтора децибела для верхних частот будет достаточно. Существует несколько типов шельфа, которые выбираются здесь. Можно оставить традиционный шельф или взять более современный. Фильтр Бэксэндолла, который подойдет для придания воздуха, в отличие от плавного подъема, свойственного классическому шельфу. Давайте послушаем, что из этого получится. Хочу, чтобы вы прислушались к верхним частотам ударных, что происходит с вокалом. Понимая при этом, что я могу спровоцировать избыток сибилянтов и самые высокочастотные энергии. И мне придется немного опустить этот шельф обратно. Давайте слушать, вначале с выключенным эффектом, потом я его включу. Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, вы заметили довольно явную разницу, несмотря на то, что я добавил всего полтора дБ нашим верхам. Микс получил больше воздуха, чуть более явным и более близким стал хай-хэт. Как я уже говорил, возможно придется его прибрать узкой полосой и вернуть на место, или использовать диэсер, и к этому мы еще вернемся. Сейчас же меня интересует общий тональный баланс. Кроме этого, я бы хотел взять под контроль самый низк спектра. Как правило, один из моих первоначальных шагов, который я часто применяю. С помощью шельфа прибираю все, что ниже самой низкой ноты нашей композиции. В данном случае ниже 35 герц. Таким образом я удаляю лишний сабовый сигнал. За счет этого надеюсь получить чуть больше ясности, чуть больше места для бочки, чтобы она в итоге зазвучала немного живее. Давайте проверим, сработает ли это. Субтитры сделал DimaTorzok В данном случае этот прием крайне эффективен. Когда мы прибрали саб-частоты, весь низ зазвучал лучше и ярче. Бас, гитара и бочка стали свободнее, чище и плотнее, как по мне. В общем, рекомендую вам экспериментировать с этим приемом. Дело в том, что я не фанат обрезных фильтров низких частот, потому что они не только убирают полностью часть спектра, но они еще создают фазовый сдвиг, причем достаточно значительный. А это приводит к потере панча на низких частотах. Давайте я продемонстрирую это. Сначала без хай-пасс фильтра, а потом я его добавлю. Сначала без хай-пасс фильтра. Сначала без хай-пасс фильтра. Сейчас я проиграю этот отрывок еще раз. Обратите внимание, что происходит с низом бочки и баса, также и на верх бочки. Когда я включаю хай-пасс фильтр, верх бочки становится намного острее, и весь фокус внимания смещается выше, туда, что я бы назвал бы серединой. Я ощущаю сильнее энергию 2 кГц, 3 кГц. Эти области ударных. Начну с выключенного. Значительное изменение по моим ощущениям. При этих словах вы могли «Ааа, разница едва заметна». Не переживайте, необходимо время. Научиться чувствовать изменения такого плана. Именно поэтому я и комментирую все действия, подробно описывая, что слышу. В любом случае, смысл в том, что лучше использовать шельфовый фильтр частот вместо обрезного. Иногда все же он бывает к месту, но чаще всего не очень. Шельф работает лучше. И последняя проблема тонального баланса, отмеченная мной в начале, как минимум попробую ее исправить. В этом случае хочу добавить немного лоуэнда, того, что ниже основных рабочих частот бас-гитары. И под этим я подразумеваю область от 50 до 100 Гц. Использую шельф, и мы получаем совместную работу двух точек моего шельфового подъема лоуэнда и предыдущего сапового шельфа. Я хочу совсем небольшую прибавку низкочастотной энергии, чуть больше лоуэнда низов. Сложновато уловить. В некоторой степени увеличилась насыщенность низов, но при этом мы получили больше грохота. Поэтому вместо шельфового фильтра я попробую очень-при-очень плавную обычную точку. Установлю ее в районе 60 Гц. Теперь я меньше влияю на саповую грохочущую энергию. Начну с выключенной точки. Этот вариант мне нравится больше. Казалось бы, пол децибела на 60 Гц, но это способствует прибавке полноты и весомости трека. Поэтому я выберу этот вариант. На данном этапе я обязательно провожу сравнение до и после всех изменений эквалайзера. После каждого шага желательно останавливаться, сравнивать до и после и убеждаться в том, что каждое изменение ведет к улучшению. Если не работает, то возвращаемся и переделываем. А как понять, что работа закончена? Самый простой ответ. Когда у вас больше нет идей того, что еще можно было бы улучшить, не мудрите, остановитесь. Это безошибочный показатель. Давайте сравнивать. Проиграю отрывок подольше, чтобы было легче услышать совместную работу всех трех точек эквалайзера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Надеюсь, вы слышите, как вместе все это делает звучание немного более открытым, более насыщенным, немного яснее. Оно не меняется кардинально. На мой взгляд, это лишь раскрывает то, что я считаю задумывалось инженером сведения. Получив желаемый общий тональный баланс, я перехожу к поиску всего, что может показаться назойливым, через чур сильно выделяется. Часть энергии, которая преобладает за счет специфической, узкой полосы, представленной отдельным инструментом или несколькими сразу. Обнаруживая подобные проблемы, я пробую ослабить энергию этих полос и проверяю, получается ли это у меня. Существует несколько способов это сделать. Чаще всего используют точку с очень высокой добротностью, поднимают ее и начинают двигать в поисках той полосы, которая не нравится, а потом опускают точку. Мне кажется, это не так уж просто. По той причине, что когда мы используем для поиска резкий пик, то любая полоса не звучит. Мы же сами нарушаем баланс, правильно? К примеру, я возьму пик, поставлю его в районе 400 Гц, это не звучит, я вырезаю 400 Гц. И мне это могло показаться, потому что я пользовался пиком. Лично я использую метод, предполагающий одно из двух. Когда я замечаю подобную проблему, в начале я отметил конфликт между верхом баса и вокалом. Я стараюсь представить, на какой именно частоте это происходит, а затем использовать узкий вырез и попробовать найти вырезом, слушая при этом, не ушла ли проблема. Второй вариант, найти нужную полосу с помощью функции соло. Например, так она выглядит в озоне. Давайте я покажу это на примере. Я решил остановиться в районе 225 Гц, потому что услышал то самое место, где верхний резонанс баса начинал противостоять вокалу, и мне это не нравилось. Надеюсь, вы слышите, как этот небольшой вырез в пару децибел на 225 Гц с добротностью в 10, что очень резко, и этот вырез создает определенный эффект, вокал становится свободнее, он перестает соревноваться с басом за свое место, и мне нравится, как это звучит. Когда вы ищете то, что не нравится, причем и в сведении, и в мастинге, и вы вырезаете, есть вероятность убрать слишком много, потому что, когда нам что-то не нравится, мы готовы вырезать всю полосу подчистую. Но вместе с конфликтом, когда нам случай вызванным верхним басом и вокалом в районе 220 Гц, тут же находится и полнота, например, нашего снейра. Это же микс, в нем полно элементов, которые не менее важны, чем те, которые нас беспокоят. Если мы вырезаем слишком много, то можем впоследствии обнаружить, как неосознанно нарушили баланс инструментов. Поэтому, вырезая что-либо эквалайзером, к примеру, вы решили вырезать 4 дБ на какой-то частоте. Верните половину. Вместо четырех уберите два. Вы всегда можете вернуться к этому вырезу позже, но обычно это будет удачной идеей, которая удержит от потери баланса инструментов. Я убежден в том, что в работе над музыкой нет никаких секретных рецептов. Некоторые намекают на некую тайну мастеринга. Я не верю в подобные сказки. Во что я действительно верю, так это в то, что любое мастерство приходит с опытом. Бывало так, и не один раз, что приходят ко мне артисты, заявляют, это моя первая работа, я сводил ее три недели, она не звучит на уровне мирового хита. В чем дело? Иногда проще думать, что когда у кого-то полно аппаратуры, полно плагинов в распоряжении, то все внезапно начинает звучать само по себе на уровне. Но я заверяю, это не так. Хороший звук приходит со временем. Малком Гладуэлт заявляет, пять лет или десять тысяч часов, я считаю, что не существует какого-то определенного срока времени, необходимого, чтобы стать профессионалом в чем-либо, но это долгий путь. Если вы тот, кому посчастливится упражняться в мастеринге снова и снова и снова, каждый день, и не месяцами, а годами, без сомнения, вы станете профи. Спасибо за просмотр нашего мастер-класса. Если вы хотите получать уведомления о новых переводах, подписывайтесь на канал NoShow, нажимайте колокольчик и выберите «Все». Не стесняйтесь заходить на сайт iZotop, там вы можете скачать проекты с примерами, выложенные по дорожкам. Прямые ссылки ищите в описании к этому видео. Бесплатную версию Озона сами знаете, где искать. До встречи в следующих выпусках. Надеюсь, вам это полезно. Продолжение следует...